уникальные и забытые фильмы из видеосалонов все что мы смотрели в детстве но с годами успели позабыть теперь их не увидишь даже по телевизору вот она забытая десятка коготь тигра 92 год полиция расследует дело одного убийцы который похоже нацелен только на мастеров боевых искусств одного за другим убивают одним и тем же жестоким способом возможно это шанс для детектива линды мастерсон поработать над своим первым делом об убийстве ей поручают эту работу и помогать ей будет другой специалист в боевых искусствах сержант тарак ричардс теперь им нужно найти мастера стиля тигра потому что убийца использует кунг-фу в этом стиле непростая и редкий стиль коготь тигра это боевик от режиссера келли макин после быстрого показа на американском кинорынке фильм был выпущен на видеокассетах летом 92 за этим фильмом сразу же последовали продолжение коготь тигра 2 и коготь тигра 3 финальный конфликт в главных ролях снялись звезды боевиков боло ёнг синтия ротрак и джалал мерхи синтия сыграла линду мастерсон а боло сыграл чонга того самого мастера убийцу в стиле когтя тигра фильм настоящая легенда своего времени конечно это не кровавый спорт и не двойной удар но тоже отличный боевик с настоящими драками и перестрелками смертельный голод 98 год у главного героя молодого ученого марка начинаются проблемы со своей подругой сарой однажды он едет за город чтобы собрать образцы мха на обратном пути он натыкается на заброшенный дом в одном из комнат которого лежит женщина кажущаяся больной при попытке марка оказать ей помощь она кусает его марк теряет сознание и очнувшись он нападает в лесу на туриста он находит неприметное жилье где начинается его новая жизнь также он начинает записывать свои заключения на диктофон но чтобы продолжать жить теперь он должен питаться человеческой плотью вопреки своему желанию ему приходится убивать и поедать людей иначе наступают судороги и невыносимая боль периодически марка мучают кошмары ему снится что он нападает на свою подругу медицинских журналах он не находит ничего о своем заболевании смертельный голод это низкобюджетный британский фильм ужасов о трагической судьбе человека ставшим зомби сценаристом режиссером и даже композитором в этом фильме был эндрю паркинсон картина затрагивает проблемы человеческого одиночества и безразличия общества судьбе без вести пропавших людей с другой стороны фильм снят в трэш манере и изобилует кровавыми сценами ну это и понятно ведь это фильм про зомби возможно один из самых забытых фильмов про зомби бомба замедленного действия девяностый год часовщик эдди кей вбегает в горящее здание чтобы спасти попавшую в ловушку женщину и в результате его показывают в новостях увиденным потрясен полковник тейлор эдди кей а он считал мертвым игра в кошки-мышки начинается с того что эдди с помощью психиатра доктора анны нолмар пытается выяснить свое прошлое и почему кто-то хочет его смерти эдди и доктор нолман обнаруживают что он был частью секретной правительственной программы по созданию ассасинов вдвоем герои пытаются восстановить память эдди и противостоять угрозам из прошлого бомба замедленного действия это американский научно-фантастический боевик снятый по сценарию и режиссуре ави нэшера в ролях тут снялись майкл бин пэтси кэнзит трэйси скоггинс роберт калп и даже билли блэнг которого мы знаем по фильму полицейский 2000 тиси 2000 и другим боевикам где он отлично показывал свои навыки боевых искусств изначально продюсеры хотели чтобы кия сыграл жан-клод ван дамм или чак норрис но нэшер счел бина идеальным кандидатом на эту роль из-за его выступления в фильме бездна сам бин пошел на сокращение зарплаты чтобы показать свою преданность фильм бин в течение нескольких недель проходил интенсивную военную подготовку чтобы идеально подготовиться к роли получился хороший боевик времен видеосалонов шутник 94 год герой тима джеймса выигрывает в карты старинный особняк недалеко от лондона у мрачного колума ченса который пообещал ему встречу с шутником вместе с женой дочерью и сыном он приезжает в огромный старинный дом наполненный картами и прочей атрибутикой азартных игр там-то их и убивает какое-то существо в костюме джокера вскоре туда же приезжает его брат вместе с попутчиками которых он согласился подвести до лондона но по дороге заехал в новую собственность брата ну и с этими людьми также начинают происходить странные вещи шутник это комедийный фильм ужасов написанный и снятый режиссером саймоном с плэклингом в нем снялись бенни янг полин блэк тим джеймс и даже знаменитый кристофер ли его вы легко вспомните по роли сарумана во властелине колец питера джексона а также по звездным войнам эпизод 2 атака клонов и в фильме мио мой мио снимался в кино он с далеких сороковых поэтому все эти фильмы только вершина айсберга визуальные и спецэффекты а также костюмы и просто грим сделаны очень убедительно хоть бюджет был не очень большой шутник довольно эксцентричный и конечно же подойдет не всем но все же посмотреть я вам его советую определенно увидите что-то новое как-то китовая челс энди и воздушные рейнджеры 88 год фантастический детский фильм режиссера деборы брок энди колби 12-летний мальчик у которого слишком много свободного времени и пристрастия к фильмам он идет в местный видеомагазин в поисках фильма который еще не смотрел и просит сумасшедшего продавца видеомагазина устроить ему настоящие приключения ему дают новое видео которого даже пока еще нет на полках магазина и инструкцию объясняя что он никогда не должен выпускать пульт из рук и садиться слишком близко к телевизору сожалению его сестру бонни засовывают в телевизор и энди приходится ее спасать ну и конечно же он нарушает инструкции от этого энди приходится столкнуться со многими испытаниями и спасти сестру от злодея лорда хрома после ограниченного проката в восемьдесят восьмом году под названием невероятно удивительные приключения энди колби восемьдесят девятом году фильм был выпущен под названием энди и рейнджеры воздушной волны когда фильм выходил на видео его иногда называли невероятное видео приключения энди колби в фильме используется много моментов из других картин где продюсером выступал роджер корман кадры из спейс райдеров из волшебника забытого королевства из смертельного спорта семьдесят восьмого в общем очень забытый фильм и крайне ностальгический гемоглобин девяносто седьмой год начало этой истории было положено более трех веков назад когда юная красавица эва ван дам сделала своим любовником собственного брата близнеца и положила начало кровосмешению изгнанные из родной голландии обреченные на вымирание из-за необъяснимой мутации ужасные монстры находят пристанище на заброшенном острове уже в наше время разгневанные и напуганные жители острова пытались стереть с лица земли страшное семейство загнав их в подземные катакомбы но они выжили и теперь ими движет жажда крови и мести режиссер картины питер сваток фильм основан на фабуле рассказа затаившийся страх говарда филлипса лавкрафта гемоглобин это канадский фильм ужасов премьера которого состоялась на фантастическом кинофестивале в лунде в девяносто седьмом году а в следующем году фильм вышел на видео это последний оригинальный сценарий написанный дэном о бенноном испродюсированный при его жизни одну из ролей в картине сыграл рутгер хауэр от этого фильм стал гораздо заметней конечно страшных моментов фильме не так уж и много больше скорее омерзительных спецэффекты и монстры мутанты и они сделаны на хорошем уровне но картина мало бюджетная потому сильно не распиарена смертельная битва завоевание сериал 98 99 года в решающей смертельной битве за судьбу земного царства победу над могучим воином магом шанцунгом одержал последний великий боец юный монах храма ордена света кунг лао в наказание за поражение всесильный владыка внешнего мира жестокий император шаокан сослал шанцунга в бездонные кобальтовые рудники где томятся поверженные бойцы из сотен порабощенных царств в это время кунг лао мечтает жениться на красавице джен и сталкивается с отчаянным сопротивлением ее отца который изгоняет монаха и телохранителя дочери сиро из своих владений с помощью бесстрашной воровки таджи они пытаются похитить джен но беспощадный скорпион верный слуга шанцунга убивает красавицу наставник кунг лао бог грома и защитник земного царства рейдл призывает отважного воина и его друзей собрать лучших воинов земли и отомстить шансунгу который в неволе собирает армию для участия в следующем турнире смертельной битвы желая вернуть себе утраченную славу непобедимого героя сериал снят по мотивам компьютерной игры понятное дело mortal kombat 92 года от midway следуя сюжету игры и фильма события сериала mortal kombat завоевание должны были происходить примерно в 1400 году примечательно что в сериале появились большие знаменитости например кристиан локен из терминатора 3 она сыграла таджу или дэниел бёрнхард который сыграл сиро ждать от этого сериала крутости первой части фильма конечно не приходится но все же вселенная здесь раскрыта чуть дальше много динамического экшена с нормальной игрой актеров и с хорошим сюжетом который все-таки иногда отходит от оригинала некромантик 2 91 год немецкий фильм ужасов режиссера йорга будге райта это вторая часть некромантика 87 года фильм частично рассказывает о некрофилии поэтому оказался весьма спорным и был запрещен к показу в некоторых странах молодая и симпатичная медсестричка моника выкопала себе героя первой части покончившего с собой некрофила роберта шматке для того чтобы измываться над его телом дома и все было бы хорошо не появись на горизонте молодой человек марк который показался монике очень милым и с которым у нее завязались отношения однако подобный двойственный союз не мог продолжаться долго и в конце концов монике пришлось сделать выбор фильм изобилует шокирующими сценами женщина притаскивает трупа делает с ним не всегда понятные вещи и все это выглядит еще омерзительной чем фильме про зомби зачем такое было снимать сказать конечно сложно возможно сценарист и режиссер йорк бугеррайт хотел ярко засветиться с этой картиной с первой частью еще понятно но зачем снимать вторую возможно для того чтобы теперь заметили точно получилось крайне кроваво и досмотреть до конца смогут только люди с большим терпением и частично нарушенной психикой он транслирует мне свои сны телепат 82 год молодой человек пытается покончить с собой напихав множество камней себе под рубаху и войдя в воду его конечно спасают и отправляют психиатрическую больницу для лечения он страдает ретроградной амнезией и не в состоянии вспомнить свое имя или подробности своей личной жизни без какой-либо формы идентификации пациент обозначается как джон доу номер 83 и передается под опеку психиатру доктору гейл фармер вскоре после появления этого пациента доктор начинает видеть и слышать вещи которым она не может найти научное объяснение телепат это британский психологический хоррор триллер от режиссера роджера крестьяна сценарий был написан томасом баумом фильм получился довольно страшный в основном благодаря своей мрачной атмосфере и некоторым спецэффектам критики часто упоминают фильм как оказавший влияние на кошмар на улице вязов с его обстановкой психиатрической больнице и использованием сюрреалистических похожих на сновидения образов особенно актуальных для третьего фильма сценарист и режиссер уэс крэйвен как известно был поклонником писателя томаса баума и просил его принять участие в разработке его телесериала кафе кошмаров фильм снят в своей манере и атмосфере которую не так часто встретишь в фильмах ужасов где в основном делают реки крови монстров и прочее но этот фильм совсем о другом когти орла 92 год нью-йоркский полицейский тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками майкл расследуют убийство троих агентов обм характерные следы на телах жертв указывают что преступник мастер кунг-фу погоня за убийцей приводит детектива на подпольный турнир по рукопашному бою организованный главарем мафиозной группировки ли к делу подключаются работающие под прикрытием оперативник обм красавица кассандра получив нужные улики трио агентов берет штурмом крепость ли демонстрирует технику рукопашного боя высочайшего класса поражающего даже искушенные воображение истинных поклонников восточных единоборств когти орла это канадский боевик с боевыми искусствами и билли блэнксом в главной роли а также мэтиасом хьюзом который сыграет хана фильм был выпущен в кинотеатральном прокате в канаде а затем распространялся на видеокассетах поединки билли блэнкса и мэтиаса хьюза это легенда боевиков и тут абсолютно не важно кто злодей а кто добряк важен сам процесс он 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 он